Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию. Переход в пятое измерение доверия к миру. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о безусловной любви и рассмотрим еще одну ее составляющую. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему у людей так часто и порой так резко меняется настроение, что они сами не понимают, почему это происходит? Этому есть несколько причин, но главное состоит в отсутствии у человека безусловной любви. Дело в том, что безусловная любовь подразумевает под собой полное доверие к миру. И проявляется оно в том, что человек всегда уверен, что все и всегда происходит с ним на высшее благо всех и в первую очередь на его собственное благо. Такого человека уже невозможно вывести из состояния равновесия, поскольку он прекрасно понимает, что даже самый трудный урок, который порой преподносит ему жизнь, всегда идет ему на пользу и добавляет новые знания и опыт в копилку его души. Поэтому любые радости и горести в своей жизни и в жизни других людей он встречает с одинаковой благодарностью и любовью. Человеку трехмерного мира постичь это очень непросто, поскольку каждая излучаемая им эмоция со всеми ее нюансами имеет свою противоположность и с не меньшим количеством таких же нюансов. В результате, не только в течение дня, но и в течение нескольких минут, он окунается порой в такое разнообразие разнополярных энергий, что на физическом плане это выражается в моментальной смене его настроения. Он может смеяться, через минуту плакать, потом впадать в задумчивость или пускаться в другие рассуждения. Причем это свойственно не только детям, но и вполне зрелым людям. Все это происходит по той же самой хорошо знакомой вам причине. Человек, живущий в дуальном мире, не научился контролировать свои мысли и эмоции, которые и создадут вокруг него энергетический хаос. И вот как можно этого избежать? Попробуйте, родные мои, все время находиться в радужном мостике и туда же помещать любую ситуацию, в которой вы оказались. А если вы приучите себя дополнять такое свое состояние практикой слияния двух миров, то вы будете постоянно находиться на стыке энергетического пространства пятого и третьего измерений. Это позволит вам поддерживать оптимальный уровень вибраций, благодаря которому, пребывая еще в дуальном мире, вы будете мыслить и действовать как человек пятого измерения. Другими словами, физически находясь еще в трехмерном пространстве, с сознанием вы можете выйти уже в однополярный мир, в котором царят гармония, покой и безусловная любовь. И в этом мире ваши мысли и эмоции приобретут уже совсем другие оттенки и нюансы, в основе которых будет лежать счастье, радость и полное доверие к миру. Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта, вы прослушали тему доверия к миру. Дорогие друзья, маленькое дополнение. Вы сразу, резко, полностью к этой энергии доверия к миру можете прийти, только договариваясь с собой. Не применяя по привычке трехмерного мира свою волю или надо, а используя новое отношение к самому себе. Это тогда, когда вы можете договариваться с собой. Тогда, когда вы можете вести уже внутренний диалог. Таким образом, вы можете действовать как во благо себе, так и во благо всех. И постепенно вы будете переходить от маленького доверия к большому. С вами в доверии к миру. Продолжение следует...